Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшней беседы – знание ВИЧ-статуса спасает жизнь. И сегодня у нас в студии Наталья Федоровна Абдулова, главный нештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства охранения Ульяновской области. Здравствуйте, Наталья Федоровна! Добрый день! Во-первых, хочу сказать, что очень рад вас видеть. Наша беседа, как я уже сказал, непосредственно называется «Знание ВИЧ-статуса спасает жизнь». На самом деле, в этих словах заложено очень многое, согласитесь со мной. Конечно, да. И хочу начать с того, что, скажите, пожалуйста, насколько заболеваемость ВИЧ-инфекции распространена у нас в регионе, в области. И, может быть, назовете районы, так называемой, скажем так, группой риска, да, то есть в так называемой красной зоне, которая находится, именно районы в нашей Ульяновской области. Спасибо за вопрос. Начнем немного с эпидемиологии. И за прошлый год, 2021, у нас выявлено 659 новых случаев ВИЧ-инфекции. Впервые? Впервые, да. Это впервые люди, которые выявлены впервые. Но показатели заболеваемости у нас имеют, так сказать, тенденцию к снижению. Это не только у нас в области, это по всей России. И у нас заболеваемость составила 54,1 на 100 тысяч населения. То есть с каждым годом заболеваемость идет ниже и ниже. Но это такой тренд российский, и это не связано с тем, что мы начали меньше там обследовать в связи с ковидом и так далее. Уровень обследования остается на том же уровне, как и в прошлые годы, и в позапрошлые годы. То есть 25% это четверть населения Ульяновской области проходит тестирование на ВИЧ ежегодно. Но наш регион, как мы знаем, он относится к высоко пораженным по России. Если смотреть по ПФО, то заболеваемость на уровне ПФО, раньше мы были на третьем месте, сейчас мы на пятом. То есть у нас улучшается ситуация. Впереди нас идет Пермь, Оренбург, Самара. И вот в прошлом году Удмуртия встала. То есть мы перешли с четвертого места на пятое. По Российской Федерации, если по региону смотреть, то мы находимся на 17 месте. Самые пораженные районы в нашей области, ну как обычно, да, это Дмитровград, это Новоульяновск, это Майнский район, Новая Малыкла. Ну, в этом году у них стало, Новая Малыкла, это Майна, стало меньше заболеваемость. И увеличилась заболеваемость Николаевский район, Инза, Корсунский район, Старокулаткинский, Кузоватовский, Теренгульский и Цилинский. Если по Николаевке смотреть, то там плюсом идет 138%. Но это говорит о том, что, видимо, хорошо работают, хорошо выявляют, хорошо, как бы, тестируют население. Потому что мы регулярно проводим учебы для врачей и так далее. То есть статистика тоже для нас важна, да? Да, статистика обязательно нужна, потому что мы смотрим, где выявляются, какие коды, мы же кодируем обязательно, по каким кодам население у нас обследуется. Если смотреть, кто такой ВИЧ-больной у нас, да, что за люди, это с 31 до 50 лет, это 75% населения. То есть молодой возраст, по-моему, ну да, активный, сексуально активный возраст, можно сказать. Способный. Да, больше 50, это 14% населения. То есть если смотреть, вот от 31, у нас происходит почти 90%. Детей, слава богу, мало, 0,9%. Это те дети, которые, ну вот еще с давних, так сказать, лет родились от ВИЧ-инфицированных родителей. И тогда профилактика еще не очень хорошо стояла. То есть последние годы у нас практически нет детей, которые родились ВИЧ-инфицированными. То есть, ну, только в маргинальных семьях, там, 1-2 человека. Вот, и молодые люди, это до 20 лет, от 14 до 20 лет, процент 0,5% всего. То есть это люди, которые думают о себе, задумываются. И до 30 лет тоже молодежь, вот, видимо, слышит нас очень хорошо. Люди среднего поколения, они считают, что эта болезнь их не коснется. Вот, и болезнь из социально неблагополучных слоев перешла в социально активный, ну, в социально благополучный. То есть 53% ВИЧ-инфицированных людей впервые, это работающее население, социально благополучное, то есть не маргиналы какие-то. Вот, и 86% из впервые выявленных, это получили заболевание половым путем, то есть половой путь распространения. Наркотический путь, и вот через кровь, когда это ушло как бы на второй план, у нас 12% всего. Ну, по возрасту понятно все, да, так вы разложили все по полочкам, да, а вот именно вот кто относится к группам риска? Может быть, какие-то особые специальности этих людей, там, или может быть, какие-то слои общества, да? Или сейчас настолько размыты границы, что ВИЧ-статус может быть у любого? Вот смотрите, вообще каждый человек должен носить свой ВИЧ-статус, это обязательно. Те, которые ведут, ну, обычную размеренную жизнь, не то что не злоупотребляют, а вообще не пользуются, там, случайными половыми связями, эти люди должны обследоваться раз в год. Те, у которых есть рискованное поведение и случайные половые связи, каждые 3 месяца. Три-четыре раза в год. Да, то есть они обязательно должны знать свой ВИЧ-статус после каждого полового, так сказать, контакта. Есть специальности, которые также у нас обследуются ежегодно, это те люди, которые работают с кровью, это лаборанты, хирурги. Ну, как декретированная, то есть называется? Да, декретированная группа, те, которые обследуются, те, которые с ВИЧ-инфицированными работают, тоже обязательно обследуются. При подозрении заражения на кровь, то есть те люди-наркоманы, которые, допустим, или в наркобольницу обращаются или что-то, То есть они тоже должны каждые 3 месяца тестировать. Подлежат, да. Там специальный код есть. Люди, которые обращаются с заболеванием, передающимися половым путем. Обязательно их тоже нужно обследовать на ВИЧ-инфекцию. Беременные при постановке на учет обязательно в ранние сроки мы должны знать, для того, чтобы начать им антиретровирусную терапию, для того, чтобы дети у нас родились здоровыми. Своевременно. Своевременно. Это обязательно. Потому что мы прекрасно знаем, что люди, которые получают РВТ, да, они дольше живут. Мы знаем семьи, которые рожают здоровых детей. Это факт. Кто у нас еще? Те люди, которые имеют признаки болезни. Они у нас кодируют 113-м кодом. Все врачи и средние специальности, они все знают проявление болезни, иммунодефицитов, и кодируют, и направляют этих людей к нам. Наталья Федоровна, на самом деле, считается, что около 20% людей, они даже вообще, зная даже о своем ВИЧ-статусе, они не обращаются и не лечатся. Есть такая тенденция или нет? Ну, такой статистики на самом деле нет. Но, конечно, страх перед болезнью есть. Он всегда, как бы, такие люди говорят, я отложу, я потом, я не хочу об этом знать. Но я просто хочу сказать, что и всех призываю обращаться сразу, потому что чем раньше ты начнешь лечение, тем дольше будет твоя жизнь. И в команде спеццентра у нас здесь мультидисциплинарная команда, там работают и терапевты, и гинекологи, и очень квалифицированный психолог. Ну, подобрали прям команду. Да, да, то есть здесь не только врачи-инфекционисты, которые подбирают лечение. И хочу сказать, вот, ну, забегая, может быть, вперед, то есть раньше лечение назначали только, когда иммунный статус падал, то сейчас сразу же при постановке на учет людям назначают хорошие препараты, которые дольше сохраняют жизнь. Поэтому я всех призываю, пожалуйста, приходите, мы вас ждем, особенно впервые, кому выявлен статус. А вот есть какой-то тогда процент людей, которые действительно боятся идти обследоваться? Вот такая статистика какая-то есть. И что их напрягает, действительно, и вот таким простым словом сказал, да? Ну, что их останавливает идти обследоваться? Может быть, это психологический какой-то фактор? Может, это страх перед тестированием, да? Может быть, действительно, какой-то боятся, что действительно там, они каким-то станут, может быть, сгойом общества или еще что-то такое, да? Хотя это на самом деле совершенно не так, всего лишь в реале. Конечно, мы с этим говорим. Давайте вот об этом расскажем. Ну, еще раз говорю, процента такого нету. Но я думаю, что это маленький процент. В основном, конечно, это страх. А потом у нас еще есть ВИЧ и диссиденты, которые не верят в то, что эта болезнь существует, что это мировой. Вообще-то не признают. Да, они не признают, что это мировой заговор. А как вы с ними боретесь? Вот как-то есть, как это работает? Ну, не боретесь, а работа какая-то с ними проводится? Конечно, проводится. У нас, во-первых, работает школа пациента, где работают высококвалифицированные врачи-инфекционисты, которые рассказывают не только на базе спеццентра о этой болезни, но также и выходят в учреждения, и Красный Крест с нами активно работает, и в учреждения УФСИН мы выходим, мы об этом всем рассказываем. Но есть такие, да, очень, так сказать, активные ВИЧ-диссиденты, которые и сами не лечатся, и своих детей не лечатся. Но, к сожалению, результаты получаются плачевные. Буквально два месяца назад, перед Новым годом, мы потеряли девочку. Они, правда, уехали из нашего региона, все доказывали нам, что нет ВИЧ-инфекции, что они все здоровы, но девочка 5 лет погибла. Поэтому... Почти, конечно. Да. Так что мы проводим школу пациентов, и обязательно психолог работает, разъясняет при постановке на учет, вот кто первичные люди, пациенты приходят, то есть чтобы они понимали, что это такое. И это давно доказано, что ВИЧ-инфекция существует, конечным результатом этой инфекцией является СПИД, и люди умирают. Наталья Петровна, ну давайте тогда о тестировании. Как пройти тестирование в сегодняшнем времени? Нужно ли куда-то записываться, я не знаю, идти в очередь или еще что-то? Давайте об этом расскажем. Записываться никуда не нужно. Это свободно. То есть главное, чтобы было желание. И бесплатно. Это бесплатно, абсолютно бесплатно. То есть вы можете это сделать в СПИД-центре на Риманово 11, никакой очереди там нету. То есть вы приходите, работа у нас с 8 до 12, затем мы все обрабатываем, то есть никакой инфекции у нас там нету, и с 13 до 15 забираем кровь, и на следующий день у нас готов результат. Также можно сдать в любом учреждении здравоохранения, в любых частных центрах, которые эти обследования проводят. В принципе, это все доступно. Затем мы проводим... Выездные акции. Выездные акции, да, хотел об этом сказать. То есть мы заранее оповещаем, и в соцсетях у нас все это есть. Можете приходить. Единственное, мы там делаем, конечно, экспресс-тесты, но по экспресс-тестам также уже можно судить. Ну, осторожность уже какая-то. Да, из 100 человек обследованных, мы где-то 7-8 человек у нас положительные выходят. Да, другое дело, что там бывает и... Потом еще раз перепроверяются. Да, то есть если у вас выпадет первичный тест, экспресс-тест положительный, то вам необходимо прийти до обследоваться в СПИД-центре. Поэтому это доступно, бесплатно, и, пожалуйста, я всех призываю приходить обследовать. Потому что нам нужно уровень тестирования в этом году довести, ну, хотя бы до 30%. Наталья Федоровна, а современная антиретровирусная терапия, она как-то изменилась? Вообще какие-то, может быть, преобразования произошли? Потому что я понимаю, что все хронические заболевания, да, вот инфекционные заболевания, они лечатся по стандартам, по клиническим рекомендациям. Здесь как обстоит дело? Конечно, ВИЧ-инфекция тоже лечится согласно стандартам, клиническим рекомендациям. И врачи строго к этому подходят. То есть есть у нас клинические рекомендации обследования и лечения. Конечно, антиретровирусная терапия претерпела громаднейшие просто изменения. Если в 80-х годах там давали таблетки, там можно их было сумками уносить, и они обладали побочными эффектами, то потом, в общем-то, наука не стоит на месте. И изобрели такие таблетки, в которых в одной таблетке три компонента, то есть направлены и на вирусы, и на иммунитет. То есть комбинированные препараты. Комбинированные препараты, да. Я уж просто хочу более простым языком, потому что нас смотрят население, да. То есть и там прием получается, кратность меняется. Кратность меняется, да. И приверженность повышается. То есть что человек пьет там 10 таблеток или 20 таблеток в день, забывает, да. А это одна, там две, ну максимум три таблетки. То есть наука, как говорится, не стоит на месте. И побочные эффекты гораздо меньше. Кроме того, я и говорю, что раньше была тенденция, это по всей России, то есть брали людей, ну человек вставал на прием, на учет, и в течение 10 лет, например, он не получал антиретровирусную терапию, потому что, ну считая, что ладно, там клетки вроде у него иммунные, достаточно и пока не надо. То сейчас тенденция, это на всех днях специалиста Российской Федерации говорится, вот пришел человек с первичным ВИЧ-статусом, сразу же в течение недели мы должны ему назначить антиретровирусную терапию, потому что если человек принимает, если он привержен лечению, то у него уменьшается вирусная нагрузка, все мы сейчас знаем, что это такое, да, с ковидом вирусная нагрузка, и повышаются иммунные клетки, или они не падают. То есть к нему не присоединяются вторичные инфекции, туберкулез тот же, да, и человек дольше живет, он живет такой же жизнью, он практически не заразен для окружающих, но не для окружающих, а для близких людей, с которыми идет, так сказать, сексуальные связи. Так-то ВИЧ-инфицированные они не заразные. Вот, и кроме того, сейчас ведутся разработки, мы это ждем с нетерпением. Возможно, скоро будут инъекционные препараты, когда ты получаешь инъекцию, один раз, там, в два-три месяца, и живешь потом спокойно, и ничего тебе не нужно. Вот. Хочу добавить, что все препараты в спеццентре есть, мы получаем их централизованными закупками, федеральное министерство нам это все поставляет, они все бесплатны для ВИЧ-инфицированных, лечение очень дорогое, вот, то есть, ну, для пациента оно все бесплатно, поэтому главное было бы желание. Давайте немножко, нас смотрит аудитория, конечно, и медики смотрят, тоже не медики, да, но все-таки вот, давайте еще раз напомним, я думаю, сейчас все уже, наверное, знают, да, но все-таки пути передачи ВИЧ-инфекции, каков механизм, да, и пути передачи ВИЧ-инфекции. Ну, пути передачи, как я сказала, сейчас в основном это половой путь передачи, затем гемотрансфузиальный, то есть, или, ну, через кровь, через кровь, в основном это инвекционные наркотики, вот, и вертикальные, то есть, от матери к плоду. Ну, с этим тоже у нас ведется очень большая работа, у нас главный штатный специалист, Калиникова Надежда Викторовна, которая активно взаимодействует и с роддомами, и с беременными, с женскими консультациями, и мы проводим бесконечные учебы, конференции, для того, чтобы дети у нас рождались здоровыми, это сейчас возможно. То есть, ВИЧ-инфекция в данный момент, в данное вот время, это не приговор, абсолютно. Ну, то есть, вот человек с ВИЧ-статусом, да, он живет вообще прям полноценной жизнью, то есть, абсолютно, да? Конечно, конечно. Так же работает, трудится семья, да? Работает, трудится, да. То есть, дети, все, то есть, все как положено. Да, конечно. И он не выглядит нисколько больным. Наталья, ну, тогда давайте все-таки немножко скажем, ну, любой диагноз, когда ставится, да, любой диагноз, это не касаемо даже не ВИЧ-инфекции, всегда для человека, как бы, немножко вот психологически это сложно принять как-то это для себя, да? Вот у вас как-то работает тоже, может быть, психологическая служба или какая-то психологическая поддержка? Да, я уже говорил, да, у нас очень хороший психолог, клинический психолог, медицинский, вот, и, в принципе, он, конечно, ведет эту разъяснительную работу. Тоже все доступно, да? Доступно, это приходите, сначала вас полностью, ну, извините за такое слово, оближут эпидемиологи, они все распознают, откуда, что и как у вас получилось, для того, чтобы помочь выявить и тем людям помочь, которые, как бы, ну, извините, уж подарили ВИЧ-инфекцию, да, затем клинический психолог, он помогает принять этот диагноз, правильно вы говорите, сначала идет страх, это стресс, потом идет неприятие, этого не может быть, и потом только человек начинает принимать этот диагноз, но, правильно вы говорите, так же, как и сахарный диабет, там же постоянно принимают препараты, для того, чтобы сахар не повышался, и здесь, для того, чтобы не падал иммунитет, нужно просто принимать препараты, и все, это такая же хроническая болезнь. И стигмы, которые у некоторых людей встречаются, что нет, мы с этим человеком не будем общаться, у него там ВИЧ-инфекция, нужно бороть, побороть в обществе, этим у нас занимается профилактический отдел. Мне кажется, это уже даже калуло в лету, потому что даже благодаря вашей работе. Знаете, Павел Сергеевич, вот на днях буквально после Нового года мне звонил один пациент, не пациент даже, а из пациентской организации, не буду говорить кто, говорит, вот там кто-то узнал, что вот у нас там один человек, там вот есть ВИЧ-инфицированный, что нам делать, там его нельзя, там в этом санатории содержать, я говорю, вы вообще не имеете права, во-первых, говорить про это, во-вторых, ну человек имеет такое же полное право, то есть эти люди, они не изгои, это такие же люди, просто у них есть хроническая болезнь. И все. Ну то есть это не только даже человеку, это надо и общество принять. Да, 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 ну общество у нас сейчас стало толерантное, я думаю, что все знают, благодаря, может быть, даже и нашим акциям. Мы не можем не коснуться с вами этой темы, да, ну вот эта злосчастная тема коронавирусной инфекции, да, которая уже всем, конечно, порядком надоела, да, и уже хочется, чтобы за разумом, наконец-то, да, как говорится, скрутили ей шею, да, вот. Вот, ну вот в условиях коронавирусной инфекции, вот в вашем учреждении изменилось как-то прием пациентов, там, может быть, как-то муштизация, ну или это так же, как в любом другом лечебном учреждении? Да, жизнь у нас, конечно, изменилась в связи с коронавирусной инфекцией, но хочу сказать, что спеццентр ни дня не был закрыт, мы немного изменили вот в первую волну, ну просто, как сказать, мы своих пациентов обслуживали на местах, то есть у нас выезжала бригада в районы области, мы довозили туда препараты для того, чтобы люди, помните, один момент был, когда даже сообщение было закрыто между районами, Поэтому у нас есть машина, и у нас выезжали эпидемиологи, лаборанты, забирали кровь уже на местах и выдавали препараты не на месяц, а на большее количество дней, от 3 до 6 месяцев, смотря как человек у нас привержен, поэтому, ну мы как бы смотрим, те, которые не очень привержены, мы выдаем на майл и порядок Конечно, мы в своем учреждении также установили фильтр, и у нас ни один человек, так сказать, не проскользнет мимо фильтра, да, санпропускник, то есть те, которые с температурой, они сразу идут в определенный кабинет, где их принимает врач-инфекционист уже, то есть дальше они не идут То есть у вас также на посту всегда все изменяет температура? Да, 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 у нас очень строго соблюдается санпет-режим специалистами У вас и так строго, а это еще строже? У нас и так строго, а это, да, еще строже Хочу сказать большое спасибо персоналу, который первым стал на борьбу с коронавирусной инфекцией, и мы их провожали как на войну сначала, работать в ковидный госпиталь Слава богу, все хорошо, все живы, так сказать, и здоровы Первые они привелись, потому что они видели и знают, что это такое, и ревакцинировались сейчас Вот до сих пор продолжают совмещать в ковидных госпиталях, потому что, ну, специалисты у нас работают высокого уровня Это такая же третья-четвертая группа патогенности Кроме того, хочу сказать про ВИЧ-инфицированных, вот часто спрашивают, как у них протекает инфекция, как у них, у них, наверное, хуже Да, но хочу сказать, те пациенты, которые получают препараты, у которых иммунитет не падает, да, они, ну, переносят так же, как и нормальные люди без ВИЧ Конечно, те, которые не получают препараты, у которых низкий иммунитет, ну, в общем-то, они, конечно, погибают Но мы ведем, так сказать, работу над этим для того, чтобы приверженность была, но быстрее, чтобы получали препараты И, кроме того, также вакцинация не противопоказана людям с ВИЧ-инфекцией Все вакцины им показаны, можно прививаться Мы на своей базе, благодаря Министерству здравоохранения Ульяновской области Также организовали прививочную кампанию совместно с городской больницей номер 2 У нас там еженедельно приходит бригада, которая прививает наших пациентов для того, чтобы доступность им увеличить Помимо того, что они, как бы, вакцинируются и в общей сети, то есть это, как бы, ну, так сказать, везде не могут прививаться А у нас тоже пришли и привелись, то есть и сотрудников социальных Доступно все, пожалуйста Доступно, да, все Ну, я знаю, что вообще вы очень большое значение уделяете именно профилактике, да, профилактике ВИЧ-инфекции И считаете, что вот наглядная агитация, наглядная пропаганда, да, вот, ну, и не только за образ жизни, да Хотя это тоже важно, да, тут все включается в себя, да Но именно вот профилактика ВИЧ-инфекции, я знаю, что и вот и ролики разные, да, и там, я не знаю, там плакаты, баннеры Какие-то акции проводите Давайте немножко вот об этой стороне вашей работы расскажем Баннеры немножечко ушли у нас в лету Сейчас в связи с ковидом в основном, ну, вы знаете, что мы очень широко проводили акции для того, чтобы привлечь внимание людей, прежде всего, молодежи и среднего возраста Чтобы они видели и знали, да, что это такое То есть мы брали площадки, густо посещаемые, это аквамол, центр города, да, и до сих пор как бы по графику мы выезжаем Но в связи с тем, что ковид, немного у нас ушли вот эти вот акции, которые собирают много народу И вы знаете, что у нас и марафон был, мы бегали, да, вот То есть сейчас мы ушли в интернет в основном В социальные сети В социальные сети, да У нас там и интернет школа пациента есть, и в социальных сетях различные ролики мы размещаем И работаем с LED-экранами Вот это новое, так сказать, вместо баннеров И очень хорошо, кстати, обозревается, пока ты стоишь на перекрестке или идешь И видишь эту информацию, короткие ролики, которые как бы... И водители едут, видят Да, да Потом у нас очень хорошо работает профотдел, выезжая в различные, так сказать, места, где могут быть декретированы как раз вот группы риска Это УФСИН, УФСИН, да, исполнение наказаний Там, где условные тоже, вот они приходят, тестируют И плюс еще здоровые предприятия То есть мы участвуем вот в этом вот проекте Да, выходим и тоже тестируем на предприятиях Потому что работающие люди, им как бы тяжело, ну и трудно бросить работу И куда-то там вечером мы также можем согласовоченно работать И в этом году мы тоже сделаем акцент на предприятиях, где находится наиболее пораженная часть населения От 35 до 55 лет И на предприятиях также будет организован мобильный пункт на экспресс-тестирование на ВИЧ Поэтому всех призываем принять в этом участие Это прежде всего для людей, для того, чтобы как можно раньше выявить ВИЧ-статус И работа с ключевыми группами, как я уже говорила Вот активное участие, вместе мы работаем, это Красный Крест Они организовали также пункт тестирования у себя И мы вот уже третий год работаем И наша работа была на федеральном уровне отмечена Мы практически там или первое, или второе место заняли по работе с Красным Крестом Это как некоммерческая организация И будет это все продолжено с потребителями наркотиков Ульяновской областной наркологической больницы активно участвуем То есть подтягиваем к себе Подтягиваем, да И кожный венерологический диспансер, в общем-то Я знаю, что вы напрямую со всеми лечебными учреждениями работаете тоже Конечно Это поликлиники, это первичное звено опять же Это конечно, да Мы постоянно повышаем уровень Да, да, да Вот информацию им подаем Татьяна, а если вы, как говорится, вышли сейчас в социальные сети То есть можно какие-то вопросы задать, получить ответы Может быть, какая-то горячая линия есть, может быть, какие-то телефоны То есть абсолютно такие, да Конечно, есть Мы их дадим, может быть, бегущей строкой Да, да, да По всем вопросам профилактики ВИЧ-инфекции Можно получить по телефону 46-42-39 Ну, с кодом города, да Также, простите, тестирование можно И в поликлиниках по месту жительства, в СПИД-центре И также на выездных акциях центра То есть по телефону, да, у нас есть горячая линия В соцсетях мы обязательно отвечаем на вопросы Поэтому у нас даже есть группа знакомств в наших соцсетях И сайт мы буквально в этом году обновили Но вот еще дорабатываем То есть это все в программе вот у нас Ну, Наталья Федоровна, в заключение нашей программы Хочется вот просто, может, услышать какие-то ваши пожелания И как доктора с большим опытом, да, и как специалиста главного нештатного, да, и как руководителя центра СПИД, да Вот ваши советы Я хочу прежде всего пожелать всем здоровья Это очень важно Семейного благополучия И знайте все свой ВИЧ-статус Приходите к нам обследоваться Это сохранит вам долгую и жизнерадостную жизнь Спасибо большое, Наталья Федоровна Спасибо большое за такой очень открытый и такой объемный разговор Спасибо большое Спасибо вам, Павел Сергеевич, приглашайте нас еще Конечно, спасибо Ну что ж, вот такая интересная беседа у нас сегодня получилась Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов До новых встреч, ваш доктор Смирнов